Кто же является первым человеком? Аллах сотворил первого человека, пророка Адама и его супругу, из Глины. А всех других людей Он сотворил от их потомства. Помните одно, для того, чтобы сотворить что-либо, великий и всемогущий Аллах лишь повелевает ему. Для того, чтобы что-либо появилось, Аллаху достаточно сказать «Будь». Для этого Всевышний Господь не нуждается ни в чем. Аллаху подвластно сотворить все без труда. Всевышний Господь, сотворивший первого человека, заложил в его организме всю информацию, необходимую для рождения и развития других людей. Эта информация находится в виде программы в наших с вами клетках. Ученые назвали эту программу цепочкой ДНК. Цвет ваших глаз, очертания ваших бровей, цвет волос и ваш рост, цвет вашей кожи, черты лица и все другие ваши особенности записаны в молекуле ДНК, Которая содержит в себе информацию объемом в несколько гигантских энциклопедий. Каждый человек на Земле, так же, как и вы, родился и продолжает расти, развиваться, согласно этой самой программе, сотворенной Аллахом. Заключение Ребята, мы узнали в этом фильме много интересного о пингвинах, проявляющих удивительное самопожертвование и заботу о своих птенцах. Об обрах, строящих великолепные плотины и уютные хатки. Мы убедились в том, что эти милые существа, как и все на Земле, как и мы с вами, сотворены Аллахом. Все живые существа, вся красота, которую мы видим в природе, демонстрируют нам безграничное величие Всевышнего Аллаха. Нам следует лишь каждый миг помнить о существовании Всемилостивого Аллаха и благодарить Его за все дарованные нам блага и красоты жизни. Вот что повелевает Всевышний Аллах в священном Коране, который Он не спасал нам. Аллах вывел вас из утробы ваших матерей в тот миг, когда вы еще ни о чем не знали. Затем Он наделил вас слухом, зрением и сердцем, и, быть может, вы будете Ему благодарны. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»